друзья привет это проект географии инвестиций и рубрика мой публичный портфель на этой неделе у меня была ребалансировка моего портфеля какие-то акции я продал что-то я докупил и давайте посмотрим чем же закончилась эта неделя и так сегодня 22 мая воскресенье и самое время подвести итоги предыдущей недели торгов моем портфеле счет составляет 337 тысяч 622 рубля но это в моменте и пока плюсуем меньше одного процента и так начнем с дивидендов пришли нам дивиденды по акциям нлмк шестьсот пятьдесят два с половиной рубля минус налог 13 процентов акции я пока еще держу среднее у меня в портфеле двести двадцать один рубль восемьдесят четыре копейки 90 акций плюсом сейчас 21 процент по акция мы ждем закрытие реестра акционеров 21 июня доход составит 2,86 процентов или 7 рублей 71 копейка на одну акцию так что держим и ждем закрытие реестра акционеров также я на этой неделе закрыл позицию pop файзер закрыл по 40 долларов его на данный момент акция торгуется меньше 40 39 94 почему закрыл потому что я не вижу потенциала роста то есть мой предел был 41 доллар за акцию но немножко не дотянули и я закрылся по 40 потому что акция ушла в боковик и роста по ней я не вижу будем покупать будем добавлять ее обратно в портфель когда она спустится к в район 35 33 долларов за акцию да я думаю с 35 мы начнем формировать новую позицию так как компания хорошая она платит дивиденды дивиденды раз в квартал дивидендная доходность составляет около одного процента в долларах также я закрыл позицию по компании мерк закрыл ее по 79 62 горизонт цели у меня был 80 82 но мы опять же не дотянули акция ушла в боковик и с увеличением волатильности на рынке я принял решение закрыть сделку по компании мерк также мы ее будем добавлять в портфель но при цене ниже 75 долларов за акцию у компании опять же это дивиденды она стремится стать дивидендным аристократом и постоянные выплаты дивидендов способствуют тому чтобы рассматривать эту акцию у себя в портфеле также я закрыл позицию по компании поле металл закрыл ее на отметке 1735 рублей за одну акцию мы прошли закрытие реестра акционеров компания хорошая но ближайшем горизонте времени потенциала роста в ней я не вижу поэтому при снижении компании ниже 1700 рублей за акцию мы будем опять же формировать позицию по компании опять же будем формировать ее под дивиденды потому что компания платит хорошие дивиденды из новых моих покупок это компания discovery купил ее на падении но пока наблюдаем по ней только небольшой минус в размере почти 4 процента минусуем среднем у меня в портфеле 32 доллара 65 центов в портфеле всего три акции и я думаю при следующем снижение если такое будет мы докупим еще несколько акций этой компании по обычным акциям тот нефти я также нарастил позицию теперь у меня 60 акций этой компании мы сходили на 480 где докупил еще акции этой компании сейчас у меня в портфеле 60 акций в сумме это 29000 почти 30000 рублей я вложу в компанию тот нет также у меня есть привилегированные акции тайт от нефти в размере 40 штук но они показали торговлю в боковике в минус они не уходили и показывают небольшой плюс поэтому мы эти две компании держим держим до закрытия дивидендов которые состоятся седьмого июля 2021 года по одной акции будет выплачено 12 рублей 30 копеек еще из одной покупки на у меня в портфеле появилась компания x5 ритейл групп купил всего четыре акции покупал на падении среднем в портфеле 2024 рубля за акцию по каплю плюсуем чуть больше двух процентов 28 мая по x5 ритейлер групп будет закрытие реестра акционеров поэтому точно держим до этого времени и получим от компании дивиденды больше из таких покупок у меня по сути ничего не было немножко поспекулировал акциями альф к система но они опять у меня в портфеле потому что цена 31 рубль за акцию по-моему я именно по этой 31 и 8 у меня средняя в портфеле брал всего 100 акций это один лот пока поддержим посмотрим что они себя представляют я решил избавляться от фондов потому что фонды за полгода которые их держу они показали очень слабую динамику прибыли практически нету поэтому рассматривать фонды как инвестиционную идею для меня сейчас нет никакого смысла мы от них не получаем ни прибыли не получаем ни дивидендов поэтому фонды я буду потихоньку от них избавляться избавился я уже от тинькофф золото на следующей неделе я скорее всего избавлюсь от феннекс золото феннекс айти компании и закрою позицию скорее всего на тинькофф айпио потому что фонды это фонды мы на них зарабатываем очень мало также я еще добавил несколько компаний себе в портфель ну чисто так посмотреть возможно будут окупать возможно буду усреднять тогда более подробно я на них астана останавливаюсь но пока я взял их для того чтобы посмотреть динамику и перспективы этих компаний увеличивая позицию по компании теперь у меня три акции закрытия реестра дивидендов скорее всего будет в июне дивиденды по компании хорошие поэтому мы будем ее держать и дальше mail group все также показывает худшую динамику компания все падает и падает когда начнется рост кстати недавно вышел прогноз от финнам по моему то что рост компании мая у группа должна составить 83 процента но посмотрим у меня в портфеле сейчас 10 акций таком компании средняя по ней составляет 1643 рубля за акцию посмотрим какой рост она нам принесет но все с каждым днем я разочаруюсь в этой компании то есть мою группы это не та компания которая должна быть в портфеле тем более она не платит дивиденды и но это можно сказать такая сорная бумага в моем портфеле точно также как и сорная бумага это fastly и alter x у которых нет ни дивидендов ничего и только стоит рассчитывать на рост компании на рынке увеличивается волатильность мы видим то что акции какие-то растут какие-то падают но все равно на рынке еще нет никакой существенной коррекции если бы все индексы просили хотя бы на 10 процентов то можно было бы сказать что это была полноценная коррекция но все-таки бумаги при падении откупаются рынок находится в таком боковике куда он пойдет дальше не знает никто рынке поддерживают все центральные банки инвесторы становятся более внимательны и более осторожны и я думаю в ближайшее время мы все-таки будем в небольшом боковике так наступает лето обе там как обычно деловая активность падает и рынок немножко уходят в боковик поэтому каких-то сверх прибыли в летние месяцы мы скорее всего не увидим но и падение скорее всего маловероятно она произойдет ближе к концу августа начало сентября это вот лично мое мнение в портфеле у меня остается немножко кэша как в долларах такие в рублях и на следующей неделе мы будем покупать то что будет проседать и падать более 10 процентов посмотрим на рынок посмотрим на то что он нам покажет и будем формировать портфель и ребалансировку мы уже про и произвели и будем добавлять новые бумаги и фиксировать те которые будут показывать прибыли на этом все спасибо что смотрели это видео до конца оставляйте комментарии ставьте лайки делитесь видео социальных сетях я вам говорю до новых встреч на проекте географии инвестиций всем пока